Друзья, всем огромный привет! Поработаем сегодня с отставками пенопласта. Все мои ролики такие нравятся. Так что давайте посмотрим видео. Вам всем приятного просмотра. Поехали! Для нашего ролика намного пенопласта не нужно будет. Возьмем немножко, нарежем его на кусочки. Думаю, будет достаточно. Такой звук. Возьмем сейчас пластиковый стакан. Возьмем ксилол. Наливаем в стакан. Друзья, и плавим пенопласт. Вот смотрите, реакция идет. Я не знаю, у кого не идет. Многие писали почему-то, что не расплавляется. Ну, видимо, какой-то поддельный у вас. Потому что смотрите, как хорошо плавится. Активная реакция идет. Но всего ли мало растворяется. Самое хорошо растворяется в ацетоне. То есть, вот смотрите, я сейчас в разы налью меньше ацетона. Прям вот чуть-чуть. Видите, да? И у нас два кусочка. То есть, видите, здесь уже пена такая плохо расплавляется. Здесь прям реакция идет в разы быстрее. У нас помещается два куска, прям вообще, прям с огромной скоростью. Единственное, что в ацетоне получается клейкая масса. Это больше клей. Получается хороший клей. Здесь же у нас более жидкая. Ну, она не более жидкая, она прям жидкая. Это у нас будет как краска. Сейчас я еще два кусочка однородной массы. Полимерный клей. Оставляем клей в сторонку. Взял обычную краску в баллончике металлик. И сделаю пару пшиков. И перемешаем. Получается вот такая вот жидкость. Смотрите. Красота. Взял краскопульт. И сейчас нашу жидкость туда зальем. И чуть оставим. Ох, какая красивая. Ох, класс. У меня, как видите, бетонный пол. Сейчас квадратик попробуем, заклеим. Подключил к компрессору. Как видите, там все та же самая жидкость. И теперь давайте попробуем наносить цели ксилол с пенопластом на пол. Ну, смотрите, красится, да? То есть, вот. Видно. Разница. Ну, и также попробуем нанести кистью. Ну, кистью только что, это в разы дольше будет. А так можно ли кисточку наносить. Подсохнет. Мы с вами проверим, какой будет эффект на бетонном поле. Так, оставим это. Как видите, краска у меня осталась. Еще можно поэкспериментировать. Давайте покроем картон. Вот такая вот, собственно, вот такая вот паутина летает при распылении. То есть, обязательно работайте в маске. Так тоже оставим сохнуть. Ну, и остатки со стаканчика также вылить сюда. Картоночку тоже уберем вниз. Возьмем деревяшку. Попробуем покрыть деревянную поверхность. В общем, оставим тоже ее сохнуть. Ну, и, конечно же, попробуем наш клеевой состав. Попробуем склеить с вами картонку. Прямо все будем в режиме реального времени. Неудобно, нечем взять таким. Вот так там капельку. Возьмем с вами кусочки фанерки. Ну, и вот так вот прям тоже. Гипсокартон. Попробуем также гипсокартон склеить вот таким вот моментом. Все, оставим это сохнуть на 24 часа. Не буду я торопиться. Пускай полноценно высохнет. И мы с вами проверим, что же получится. Друзья, кстати, ксилол на бетоне сохнет вообще быстро. Вот пока мы с вами экспериментировали, уже все высохло. На картонке так же все высохло. Деревяшка. А деревяшка еще нет. Видите, вот в режиме реального времени я с вами вам показываю. Ну, пускай оставим это, чтобы деревяшка высохла, чтобы все вместе проверить. Так, ну, друзья, у нас прошло 24 часа. Давайте посмотрим, как себя повел клей картона. Как видите, вот на ваших глазах отрываю. То есть, картон крепится прям хорошо. Внутри отрывается только бумага. Теперь деревяшки. Специальный излом брал. Как-то его так. Сейчас я вам прямо так вот струбцинкой притянем. И посмотрим. Могут. Инструкцию, ну, крепче притягивать. Посмотрим, что за клей. О! Как видите, отрывается прям по волокну. То есть, вот. Гипсокартон. Ну, гипсокартон ломается. Даже для гипсокартона, смотрите-ка, ребят. Вообще. То есть, держится на ура. Как видите, прям супер. То есть, как клей, я говорю, что прям супер. Давайте попробуем, как будет водичка. Водичка просто, видите, скатывается. То есть, даже небольшое нанесение ведет все очень хорошо. То есть, если здесь вот на бетоне он просто впитывается, здесь нет. Вот граница. Здесь собирается. Что у нас с картоном? Смотрите, ребята. Картон защищен. Никуда не впитывает. Здесь, да? Сразу видно, что впиталось все. Здесь можно сейчас вытереть. Давайте прямо так вот. Картон сухой защищен. Ну, и что тут говорить уже про деревяшку. На деревяшке так же все это прямо скатывается. Вот такая вот защита и обработка. Что дерево, что бетона, что бумаги. Супер! Друзья, у нас с вами получился такой вот небольшой выпуск. Я надеюсь, он вам понравился. Еще раз показал, как можно применить пенопласт, не выкидывая его, не засоряя окружающую природу. Сделать хорошие вещи. Защитить ту же самую бумагу, картон там, я не знаю, деревяшки. Защитить пол. Нанести его с краска культа. Использовать как клей. Я надеюсь, вам было интересно. Если да, обязательно палец вверх. Пишите ваше мнение. Пообщаемся, поговорим. Вам же желаю всем крепкого-крепкого здоровья. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok